Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Да, действительно, 18 октября текущего года издано постановление правительства Курской области номер 862 об отмене на территории нашего региона особого противопожарного режима. Ну и в связи с чем Главное управление МЧС России по Курской области еще раз напоминает всем гостям и нашим жителям нашего региона, какие сейчас правила все-таки действуют. При использовании открытого огня самое главное выбрать место использования открытого огня. Оно должно быть выполнено в виде котлована глубиной 0,3 метра, диаметром не более 1 метра. В радиусе от данного места использования открытого огня в 10 метрах не должно быть каких-либо горючих материалов, чтобы не было распространения пожара. Расстояние от места использования открытого огня до ближайших зданий и сооружений должно превышать 50 метров. Если мы берем индивидуальный земельный участок, то есть частный дом, либо же садовое общество, которое всех интересует именно в данный момент, то здесь требования к месту использования открытого огня те же, то есть котлован и радиус. А вот расстояние до здания и сооружения здесь уже не более 15 метров можно использовать. Если мы сжигаем, получается, уже в металлической емкости, сходят траву, ветки, либо поробочные остатки, в металлической емкости, например, это бочка, например, на садовом участке, либо же индивидуальный жилой дом, то здесь расстояние можно уменьшать в два раза. То есть получается с 50 метров до 25, с 15 метров на индивидуальных земельных участках либо садовых товариществах с 15 до 7,5. То есть очень важный момент, много вопросов по данному моменту задают. В обязательном порядке человек, который использует открытый огонь, у него должны быть первичные средства пожаротушения, а также мобильная связь для вызова подразделения пожарной охраны. То есть если организации, либо же муниципальное образование подают заявки на контролируемый отжиг, либо контролируемый пал, а такие заявки уже приходят в Главное управление с отменом особого противопожарного режима, здесь порядок такой. Пишется заявление от организации, оно подается на ЕДДС соответствующего муниципального района, а ЕДДС уже к нам в ЦУК с Главным управлением передает заявку. В этой заявке обязательно нужно указывать адрес, место, время сжигания порубочных остатков, либо же сухой травы. Обязательно должностную лицу ответственное за обеспечение пожарной безопасности при данном сжигании. Также контактный телефон и какие силы и средства для обеспечения безопасности именно в данный период. Кроме того, мы не забываем, что предусмотрена административная ответственность, если не соблюдать эти элементарные требования пожарной безопасности. Административный штраф на граждан предусмотрен от 5 до 15 тысяч рублей, на должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей, на юридические от 300 до 400 тысяч рублей. Курск Сити. 20 лет работаем для вас.